Это Центр новостей. О главных событиях этого дня вам расскажут корреспонденты информационной службы Астрахань-24. В студии Людмила Шналева. Здравствуйте. Ученые Каспнирха подтвердили массовый замор рыбы в Володаровском районе. Факт гибели около 300 тысяч особей в облы, леща и карася был зафиксирован в искусственном канале в районе бывшего колхоза Курмангазы. Специалисты природоохраны прокуратуры установили, что несколько дней назад неизвестные украли металлическую балку, которая отсекала дренажную систему от проточного водоема. В результате рыба из полоя в канал зашла, а выйти из него уже не смогла. В русле была установлена новая деревянная заглушка. Глубина канала не более 40 сантиметров. Вода значительно прогрелась, частик задохнулся. Более 90% погибшей рыбы в облах. Предположительно, рыба погибла 3-4 дня назад. Сейчас служба природопользования и охраны окружающей среды региона проводит проверку и устанавливает владельца гидротехнического сооружения. По факту массового замора рыбы ведется административное расследование. Угроза ЧП районного масштаба ликвидирована в окрестностях поселка Чиган Камузякского района. Неизвестные проложили трубы для прохода воды к пастбищам. Самобольные инженерные коммуникации во время подъема воды в реке стали бы причиной массовой гибели рыбы частяковых пород. Подробности в репортаже Татьяны Токарь. Это несанкционированный впуск воды на сельско-озяйственные угодья. Железобетонные трубы прочно вмонтированы в тело дамбы. При подъеме уровня воды в реке Большой Кал вода устремилась бы по самовольно установленным инженерным сооружениям в поля. А вместе с ней и рыба. Через две недели у сазанов карасей в облы начинается нерестовый период. Вот такое вот самовольство это просто недопустимо. Они с одной стороны не хотят, чтобы у них были хорошие сенокосы и пастбища, но не таким образом, чтобы рыба массовым пошла на дренажную систему и потом погибла от кислородного голодания. В окрестностях Чигана в середине прошлого века аграрии коллективного хозяйства Путь Ленина выращивали рис. Для сбора урожая работала растительная система. В годы перестройки колхоз приказал долго жить. Сейчас на угодьях фермеры пасут скот и пытаются незаконно подать воду с реки на поля. Волжская ГЭС установила уровень сброса воды в 16 тысяч кубометров в сутки. Уровень в реках Астраханской области ежедневно поднимается на 25-30 сантиметров. И такой режим продлится недолго. Пять дней. Как утверждают специалисты природоохранной прокуратуры, если сегодня не демонтировать коллекторы, завтра будет поздно. Для того, чтобы предотвратить данное происшествие, Астраханская международная природоохранная прокуратура внесено представление в адрес главы администрации. Вот сегодня мы проводим демонтирование. Большую воду в Астраханской области ждут не только аграрии, но и рыбаки. Прохождение паводка находится под контролем главы региона Игоря Бабушкина. Для того, чтобы избежать массовой гибели рыбной молоди, природоохранная прокуратура вместе с главами сел мониторит все несанкционированные водотоки. На разбор коллекторов в район Чигана станута тяжелая техника. Возведение незаконных оросительных систем носит стихийный характер. Однако найти инженеров не всегда удается. В прошлом году в Икрянинском районе Астраханской области к ответственности был привлечен виновник массовой гибели рыбы. Ему пришлось возместить ущерб государству в 120 тысяч рублей. Татьяна Токаря, Руслан Срывченко, Центр новостей. Волжская ГЭ снижает уровень сброса воды. Сокращение на 2000 кубических метров в секунду будет происходить каждый день. В конце этой недели с 8 по 10 мая среднесуточный расход воды составит около 17 тысяч кубометров в секунду. Регламент работы гидроэлектростанции зависит от гидрологической обстановки на реках Астраханской области и оперативно корректируется. Максимальный уровень сброса воды на Болжской ГЭС был зафиксирован в период с 1 по 3 мая. К другим новостям. Астраханские аграрии увеличивают посевные площади под картофель. Под эту культуру в этом году отведено почти 12 тысяч гектаров земли. Со сбытом картофеля у сельхозпроизводителей проблем не возникает. На Дальнем Востоке из-за погодных условий уже несколько лет регистрируют неурожай картофеля. Цена за 1 килограмм поднимается до 100 рублей. Хабаровские фермеры вынуждены продавать семенной материал сельхозпредприятия. Астраханской области уже высадили картофель на площади в 7 тысяч гектаров. Урожай планируют собирать в первых числах июля. По данным Минсельхоза Астраханская область занимает четвертое место в стране по объему валов сбора картофеля. В Икраинском районе прошла акция «Парад у дома ветерана». Участников Великой Отечественной поздравили юно-армейцы. Музыкальные коллективы всего посетили 9 адресов. Как выглядело праздничное шествие и что рассказали ветераны детям в материале Александра Геева. Торжественное шествие в руках у юно-армейцев – копия знамени Победы. Оригинал водружали над Рейхстагом в мае 1945-го. После шествия – концерт. Так, в Икраинском районе поздравляют ветеранов Великой Отечественной, детей войны и тружеников тыла. Акция «Парад у дома ветерана» названием раскрывает сценарий события. Праздник сам приходит к участникам Великой Отечественной. Ведь они в силу возраста не всегда могут самостоятельно посетить торжества в День Победы. По этому адресу в селе Икряной живет Ангелина Тимофеевна Тещина. В годы войны была ребенком. Жила недалеко от Керчи. Ее хутор оказался под оккупацией нацистов. Семья попала в плен. И погибли. Папа, мама моя все погибли. Я осталась одна. Ветеранов и детей войны, тружеников тыла, еще называют живые свидетели тех самых событий. Но не все могут или хотят рассказывать о боях и бодвигах. Например, Иван Николаевич Корнов. Его призвали в армию в 1943-м. Прошел украинский и карельский фронты. Ветеран ведет активный образ жизни. Ходит на рыбалку, но, услышав просьбу рассказать что-либо о войне, оживляется и цитирует стихи. Ну, какую историю? Ну, как тебя ранило. Я расскажу. Шли мы в зной и в стужу, и в метели. Падали и поднимались в ноги. Но на моей простреленной шинели запеклась и поражила кровь. Кроме Икрянова, парады у дома ветеранов провели и в красных баррикадах. В шествии и концертных номерах участвуют ученики из школы Крянинского района. Волнения, со слов юноармейцев, нет. Разве что от чувства ответственности. Поздравляют ветеранов. Огромное уважение к ним и за их подвиг тоже. А кроме 9 мая приходите на вечеринку? Да, конечно. Серьезно? Да, да. К поздравлению присоединился и депутат Государственной Думы Леонид Огуль. Парламентарий пообщался с ветеранами, пожелал здоровья. А обращаясь к юным участникам шествия, напомнил, важно хранить память о Великой Отечественной. Ощущение гордости и отдаешь дань уважения. Вот эти вот парады, где в основном принимают участие школьники. Это говорит о том, чтобы память о той войне сохранялась. Хотя каждое поздравление длилось порядка 20 минут, шествия и концертные номера долго репетировали. Еще детей к каждому дому подвозили на автобусах, успевая выставить декорации и аппаратуру. Но все хлопоты уходят на второй план. В 2019-м в Икраинском районе было 13 участников Великой Отечественной. В нынешнюю акцию посетили 9 адресов. Александр Агеев, Руслан Асанов, Центр новостей. В этом году техническая база регионального подразделения водолазов Волга-Спаса пополнится судном на воздушной подушке. Подводникам новая техника позволит выполнять ряд сложных задач, в том числе и зимой. Сегодня у водолазов профессиональный праздник. В связи с этим базу Волга-Спаса посетил министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев. Он поздравил водолазов и лучшим специалистам вручил благодарственные письма. Сегодня в штате региональных водолазов 40 человек. В прошлом году они осуществили 400 операций, спасли 33 человеческих жизней, 11 из них – дети. Все это высокопрофессиональные люди и искренне преданные своему делу. Искренне преданные профессионалы. Потому что действительно эта работа очень непростая. Мы сейчас в таких прекрасных погодных условиях, а водолазы работают и зимой, и летом, и под лед ныряют. То есть задачи самые сложные непростые выполняют. Водолазы Волга-Спаса выполняют различные спецоперации для любых подразделений и структур. В помощь профессионалам современное оборудование, аппаратура и костюмы. Специалисты Волга-Спаса также продемонстрировали их Денису Афанасьеву в ходе его визита на базу водолазов. Благодаря поддержке регионального правительства спецоборудование для подводников постоянно обновляется. Аппаратура для подводной съемки, аппаратура для переговоров под водой. Ну и, соответственно, сейчас новые современные образцы вооружения, такие как ножи, сапоги и так далее, линеметы, которые на 100 метров можно выстрелить и подать утопающему спасательные средства. Астраханцы могут стать участниками шествия «Бессмертный полк». Народная патриотическая акция в этом году вновь пройдет в онлайн-формате. От точного формата организаторы «Бессмертного полка» отказались из-за пандемии коронавируса. Дистанция между участниками акции в колонии шествия минимальна, что нарушает требования Роспотребнадзора и противоречит ЭПИД правилам. Поэтому было принято решение провести ежегодную акцию онлайн на сайте. На единой площадке 2021.polkrf.ru каждый может разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны, историю о нем и его подвиге. Прием заявок завершится 7 мая в 9 вечера. В этом году трансляция «Бессмертного полка» в Астрахани начнется 9 мая в 3 часа дня. Онлайн-шествие будет доступно в эфире «Астрахань-24» на сайте телеканала, а также в социальных сетях «Патриотического проекта». По данным организаторов акции, уже почти 2500 астраханцев подали заявку на участие в онлайн-шествии. Все заявки будут рассматривать специально подготовленные модераторы. Как правильно оформить свою заявку и как будет проходить трансляция «Бессмертного полка» в регионах, узнаем у члена Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России». На прямой связи со студией Борис Левицкий. Борис Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Все заявки, насколько мы знаем, будут рассматривать специально подготовленные модераторы. Какие заявки могут не пройти отбор и каковы требования? Да, действительно, в этом году пандемия нас заставила еще раз обратиться к онлайн-формату. У нас есть партнеры очень серьезные. Это Сбербанк и Mail Group, те коллеги, которые глубоко знают IT-сферу. И в этом году, для того, чтобы шествие, как было в прошлом году, не растягивалось на целых 20 дней, потому что это было 3 миллиона участников, и они 20 дней шли по телевиденным каналам на видеопанелях. Для того, чтобы оно прошло за 1-2 дня, было сделано следующее. Теперь все шествие «Бессмертного полка» будет проходить по-субъектам. Вот в Астраханской области будет идти своя колонна из своих ветеранов, из своих героев. А в городе Москве будет своя колонна. Таким образом, можно будет увидеть своего героя в День Победы, 9 мая. И больше того, если вы зарегистрируетесь в анкете, и вам придет обратный код, когда ваш герой пройдет, можно будет отмотать вправо, влево и не ждать у телевизионного экрана, а получить эту информацию намного раньше и знать, когда твой ветеран пройдет шествие. И, грубо говоря, просмотреть это на компьютере и в гаджете. Я своего героя, своего деда, участника войны, ввел в эту цифровую анкету в течение 5 минут со своего телефона. Здесь это можно сделать через свою электронную почту, зарегистрировать свой аккаунт, через социальную сеть Одноклассники, ВКонтакте, или через сайт 2021.polkrf.ru. В этом году есть новшество. Мы попросили, коллеги сделали нам помощь, подарили целого робота. Все фотографии будет фильтровать робот. Зачем? Для того, чтобы не было всяких ошибок, для того, чтобы кто-то, разместив шутку, какую-то мультяшку или какое-то неправильное, некрасивое, глупое слово, робот его отбросит в сторону. И если робот что-то заподозрит, то будут работать модераторы-эксперты, люди, которые разбираются в военной форме, люди, которые разбираются в фамилиях и в званиях. И здесь, в Астрахани, работает, в Астраханской области, целая группа модераторов-экспертов, которых порядка ста человек будет отслеживать вот эти поручения робота. Если вдруг эти эксперты не справились, то следующая волна экспертов – это эксперты-историки, которые будут знать все детали. Если вдруг робот отбросил анкету и не зарегистрировал, если модератор-эксперт тоже заподозрил что-то неладное, ну, допустим, форма железнодорожника или форма союзных войск. И здесь модератор-эксперт-историк внимательно рассмотрит анкету, и после этого он ее запустит в цифровой поток. Вот такая история в этом году совершенно новая, интересная. И я всех приглашаю к участию в этом цифровом шествии бессмертного полка. Я прошу молодежь помочь старшему поколению, потому что в телефонах и гаджетах наша молодежь разбирается лучше. И после того, когда вы проведете модерацию, вам в обратную связь прилетит время, когда ваша анкета размещена. Еще новое. Сегодня можно размещать не одного ветерана, а нескольких – и бабушку, и дедушку, и дядю, и тетю. Идите вот так по-семейному вместе, как мы привыкли идти 9 мая на параде. Борис Евгеньевич, скажите, пожалуйста, если можно очень коротко, программа разрабатывалась подобная на платформе, которая будет проходить в этом году онлайн-шествие. Кто разработчики и как долго готовилась данная платформа? Разработчики – это Сбербанк и компания Mail.ru. То есть коллеги, которые сегодня преуспели в бизнесе в IT-сфере. И сегодня, конечно, мы их благодарим за ту колоссальную работу, которую они сделали для нашего сайта – 2021.polkrf.ru. Наши партнеры – это Сбербанк и наши партнеры – это Mail.ru. Когда вы будете размечать фотографии своего ветерана, сама программа подскажет и попросит вас усовершенствовать даже вашу фотографию. Я из фотографии своего ветерана, из у деда, она у меня была черно-белая. Меня сайт Сбербанка попросил ее разретушировать, и у меня фотография сделалась цветной. Это очень замечательно, и спасибо айтишникам за то, что они сделали такой подарок нам, участникам этого шествия. Прекрасно. А те, кто был участником данной акции в прошлом году, нужно ли им повторно в этом году отправлять заявку, или она уже автоматически появляется на сайте? Обязательно нужно. В прошлом году все попали в одну всероссийскую колонну большую, которая шла 20 дней. К сожалению, эти фотографии сегодня выбрать и взять их опять в нашу региональную не получится. Поэтому мы очень просим организаторов, тех, кто помогает нашей акции, это и государственные организации, и общественные организации. Вот в Астраханской области это Министерство образования и науки, они большие молодцы. Это патриот-центры, ребята, которые, поисковики, которые нам помогают. Мы с ними на связи и пытаемся сделать так, чтобы всем было легче. К сожалению, прием анкет закончится 7 мая, и надо спешить, чтобы твой ветеран занял первые ряды в колонии Бессмертного полка. Поэтому, к сожалению, фотографии нужно сделать новые. Спасибо вам большое. Напоминаю, на прямой связи со студией был член Центрального штаба общественного движения Бессмертный полк России Борис Левицкий. Мы переходим к другим новостям. С 8 мая на манеже Астраханского цирка начнутся показы удивительного шоу «Воды, огня и света». Совместно проект «Росгосцирка» и «Цирка Никулина». Автор программы заслуженный артист России Анатолий Сокол. Проект технически сложный и сейчас в цирке монтируют и тестируют оборудование. Для этого потребовались усилия 20 техников и инженеров и 3 дня работы. Элеонора Лем расскажет подробнее. Величественно и одновременно легко под купол уходит красный бархатный занавес весом полтонны. Он тоже часть большого представления под названием «Шоу воды, огня и света». Даже без артистов на манеже это шоу выглядит самостоятельным спектаклем. В одно время, в одном месте, в одной точке сходится вода, огонь и света. Это сочетание несочетаемого способно перевернуть представление о цирке. Чтобы шоу состоялось, в Астрахань прибыло 8 фуроборудований. Уже сейчас на манеже смонтирован фонтан. Вверху стремятся 70 тонн воды. Но зрители при этом останутся сухими. Артисты тоже. Это не то, что демонстрация каких-то технических оснащений, каких-то технических новшеств. Это вспомогательная часть для наших артистов. Самая главная ценность нашей программы – это наши артисты. Мы помогаем этими приспособлениями, этими техническими какими-то агрегатами, так скажу, артисту раскрыться. Световая партитура расписана по звуковым дорожкам музыкального сопровождения. Софиты под куполом вращаются на 360 градусов. А цветные проекции способны создавать волшебную картинку. Программу, созданную заслуженным артистом Анатолием Соколом, уже называют русским дюсалей. Но отличия все-таки есть. На манеже в цирке Никулина животные работают, но только те, которые легко поддаются дрессуре. Уже через несколько дней свою порцию оваций получат обезьянки, попугаи и южноафриканский дикобраз. Вместе с ними будет выступать и Сокол Гора, талисман программы и автор шоу Анатолия Сокола. Все второе отделение, вместе с ним она показывает фокусы. Авторские иллюзионные фокусы династии Сокол. Эти фокусы не раскрыты. Таких нет аналогов в мире ни у Дэвида Копперфильда, ни у Зигфильда и Роя, ни у других иллюзионистов мира. Именно династия Сокол придумывает и реализует грандиозные трюки. Уже 8 мая на Астраханской арене первое представление цирка Никулина. Ну а пока это игра звуков света и цвета, потому что шоу только начинается и обязательно будет продолжаться. Ровно сутки остаются до большого спортивного матча. Завтра гонбольная Астраханочка поспорит с Ростов-Доном за путевку в финал чемпионата страны. Первый матч состоится в спорткомплексе «Звездный». В эти минуты Астраханки проводят одну из последних тренировок перед встречей. На ней присутствует и наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит мой коллега Артем Лепехин. Артем, добрый вечер. В каком настроении подходят наши Астраханочки к битве с ростовчанками? Люда, ну мне кажется, что девчата настроены и настроены решительно. Это видно и по лицам, все разминаются, все сейчас участвуют в тренировочном процессе с удовольствием. Вот как раз таки в мяч сейчас в меня попал во время тренировки, но ничего страшного. Рядом со мной находится капитан Астраханочки, Карина Ёжикова. Карина, ну, наверное, настроение боевое у команды. И, наверное, настроено решительно и готовы дать бой завтра ростовчанкам? Конечно, боевой настрой. Во-первых, потому что, ну, понятно, что уже нет слабых игр, остались только важные матчи. И все мы знаем, какая цена этих матчей. Поэтому первые матчи у нас дома. Я понимаю, что ростов в этом сезоне ни разу не оступился. Они очень ровно прошли, не потеряли ни одного очка. И когда мы разговариваем между собой, то мы все как бы говорим о том, что почему бы не попробовать, да, прервать эту серию. И готовимся, как и к каждому матчу, то есть просмотр, тренировочный процесс. И верим в то, что нам астраханские болельщики тоже помогут. Немножко дадут, как говорят обычно, да, с еще одного полевого игрока. И у нас все получится. А можно ли в связи с этим проводить какие-то параллели с 2016 годом, когда вы здесь в очень поединке, в финальном матче, достаточно хорошо навязали бой ростовчанкам и сумели их здесь победить? Я бы не стала проводить параллели. Это все равно немножко разные были ситуации, разные команды. Но единственное, что можно сказать, что общее было, в нас также никто не верил. То есть это было, мы впервые, то есть, да, вышли в финал. Нам не было, нам нечего было терять. И поэтому мы в такие более расслабленном состоянии, наверное, когда над тобой не давлеет, да, вот этот результат, что ты и так уже выполнил как минимум второе место, в историю клуба такого не было. Мы вот, то есть... Ну и, конечно, была другая мотивация, это Евгений Васильевич-Стрефилов. Он как бы... Он умеет мотивировать. Он умеет, да, мотивировать, как никто другой. Я не могу сказать, что, естественно, Владка тоже находит для нас слова, чтобы настроить, чтобы поверить. Мы всегда говорим о том, что любой отдельный матч можно выиграть. Любой. Поэтому, почему бы не попробовать нам это сделать дома при родных трибунах. В составе ростовчанок будут отсутствовать сестры Вяхерева. Это как-то на руку нашей команде? Конечно, это девчонки высокого уровня. И Ростов совсем по-другому. Как многие говорят, играют, да, там без той же самой, например, Раньки Вяхерева. Но в прошлый раз, когда мы, например, были в Ростове, там тоже не играло несколько игроков, Аня в том числе. И, тем не менее, нам это вообще на руку никак не было. Мы все равно как-то провалили начало, а потом уже было сложно. То есть Ростов – это та команда, которая не даст возможность, да, где-то в какой-то отрезок провалиться. То есть это должно быть на протяжении 60 минут, от первой до последней минуты. Конечно, будем тогда немножко по-другому просто готовиться. Но там хватает большого количества игроков высокого уровня, которые тоже могут нам очень сильно, скажем так. Карина, не имею права тебя сейчас задерживать. Я думаю, уже пора начать тренироваться. Спасибо тебе. Я напомню, что телеканал «Астрахань-24» является генеральным информационным партнером завтрашней встречи. И прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на нашем канале. Начало трансляции в 17.50. Люда. Спасибо, Артем. На прямой связи со студией был мой коллега Артем Лепехин. И пока это все новости к этому часу. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи на телеканале «Астрахань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова